Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим рост биф. И я вам расскажу главные секреты приготовления вкусного рост бифа. Такое блюдо прекрасно подойдет на любой праздничный стол, на семейный ужин или для любителей мяса. Как всегда, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления понадобится само мясо говядины, вырезка или тонкий край. Если кусочек у вас еще не обработанный, то его нужно зачистить от лишних пленок и обвязать кулинарными нитями, чтобы при термической обработке мясо хорошо держало форму. Мясо говядины нужно достать из холодильника заранее, за 30-60 минут до его приготовления, чтобы оно хорошо согрелось. Это один из главных моментов приготовления вкусного рост бифа. У меня кусок весом 800 грамм. Говядину солим с двух сторон. Сразу подготавливаем красный лук, лук-шалот, сливочное масло, несколько зубчиков чеснока, черный молотый перец и тмин. Лук нарезаем на тонкие полукольца. Вместо красного лука можно использовать репчатый лук. Нарезаем лук-шалот. На сковороду выкладываем кусочек сливочного масла и немного растительного масла. Хорошо разогреваем сковороду и выкладываем подготовленную говядину. На сильном огне обжариваем мясо со всех сторон, регулярно его поворачивая то на одну, то на другую сторону. Время обжарки не должна превышать 4 минуты. 3-4 минуты максимум. Обжариваем мясо. Поворачивать его можно довольно часто. Должна образоваться золотистая приятная корочка. Это нужно, конечно, больше всего для вкусовых качеств мяса и также для того, чтобы оно красиво смотрелось, а не выглядело серым куском. Обжаренное мясо перекладываем в жаропрочную емкость. На образовавшиеся соки в сковороде выливаем 50 миллилитров горячей воды и так называемым образовавшимся соусом поливаем сверху мясо. Попробуйте так приготовить. Получается очень сочно. Добавляем подготовленный лук, лук-шалот, чеснок. Выкладываем сверху кусочки сливочного масла. Сливочное масло добавит большей сочности. Посыпаем мясо тмином и черным молотым перцем. Я рекомендую посыпать черным молотым перцем мясо непосредственно в самом конце. Немного поливаем растительным маслом. Духовку ставим разогреваться на 220 градусов и отправляем запекаться наш аппетитный кусочек мяса на 20 минут. Время запекания зависит напрямую от веса куска мяса. Ростбив запекают с расчетом 15 минут запекания на 500 грамм мяса. Плюс еще 10 минут на последующие 500 грамм. То есть на мои 800 грамм мне понадобится ровно 20 минут. Также вы сможете рассчитать правильное время запекания для вашего кусочка мяса. Готовый ростбив нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Едят его как горячим, так и холодным. Подают с горчицей, овощами или любым любимым вашим гарниром. Всем желаю приятного аппетита! Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!